Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем тему с запятой И наконец-то начинается самое интересное Это запятая в сложных предложениях Сложно-сочиненных, сложно-подчиненных И на этот раз у нас речь пойдет о Сложно-подчиненных, то есть complex sentences И в частности, это вечная дилемма Ставить запятую с подчиненными предложениями Или предаточными предложениями Или не ставить запятую И если ставить, то когда Здесь у нас будет очень такая простая, примитивная таблица То есть, по большому счету, у нас два варианта Есть запятая или нет запятой Проблема в том, что в английском языке Логика в использовании запятой Скажем так, не совсем совпадает с нашей Поэтому у нас мы привыкли, что если у нас предаточные предложения То, скорее всего, там будет запятая и все такое В английском языке совершенно не обязательно, чтобы с предаточными предложениями ставилась запятая Но, тем не менее, есть ситуации, когда она все-таки ставится Итак, первая группа предаточных предложений, после которых запятая то есть, то нет Это предаточные предложения времени Time closes Далее, предаточные предложения условия Conditional closes И еще одна группа, это closes of reason Почему именно эти? Потому что эта группа Может как употребляться с запятыми, так и не употребляться В чем же секрет? Секрет здесь весь довольно прост Ибо Все зависит от того, где будет находиться мое предложение То есть, где будет находиться time close Перед главным предложением или после главного предложения Где будет находиться условие Перед главным предложением или после Где будет находиться reasoning Перед или после Это очень важно Ибо именно это положение определяет, будет у меня запятая или не будет И основное правило такое Запятая ставится после всех этих предаточных предложений, если они стоят перед главным. То есть, comma у меня будет появляться before main clause. Равно как comma будет отсутствовать, если у меня предаточное предложение стоит после, after main clause. Ну вот, возьмем пример с time clause. As soon as I arrive, как только я приеду, I will call you. Вот наша запятая. Вот у нас time clause. Для него характерно вот это as soon as. Он стоит первым. Далее у нас main clause, главное предложение. Main clause второй, и поэтому их разделяет запятая. Вот такая логика должна быть. То же самое предложение я могу сказать иначе. I will call you as soon as I arrive. И никакой запятой у меня здесь не будет. Да, у меня сохранится главное предложение. Вот оно. I will call you. И вот у меня time clause вот здесь. И тем не менее, никаких запятых. Почему? Все дело в порядке предложений. То есть, если time clause первый, после него запятая перед главным предложением. Если time clause второй, или какой там еще по счету, перед ним запятой не будет. И тот же самый принцип действителен, если у нас условие. Допустим, такое. Возьмем классику. If the weather is fine tomorrow, запятая, we will go out. Вот наша запятая. Вот у нас conditional clause. То есть, предаточное предложение условия. И вот у нас главное предложение. Main clause. И опять же, если абсолютно то же самое, я скажу в другом порядке. То есть, we will go out. If the weather is fine tomorrow. Я переставлю предложение местами. И вот у меня main clause. И вот у меня условие после if. И никакой запятой и в помине у меня нет. Почему? Потому что у меня условие стоит после главного предложения. В таких случаях запятая не ставится. Ну и вот еще для полноты картины возьмем clauses of reason. То есть, предаточное предложение причины. И сделаем тот же самый фокус. Since you don't want to help us. Поскольку ты не хочешь нам помогать. Далее запятая. We will do without you. Мы без тебя обойдемся. И опять же, что мы имеем? Мы имеем слово since. Значит, дальше у нас пойдет причина. Reasoning. И вот до этой запятой. Аж сюда. И вот у нас запятая. До запятой у нас причина. Reason. А после запятой у нас main clause. Главное предложение. Вот здесь. И ситуация с запятой опять будет точно такая же, если я переставлю предложение местами. И, естественно, если я переставлю предложение местами, конечно, запятая пропадет. То есть, если я начну where will do without you, а дальше я поставлю since, могу, в принципе, и because поставить. Это без разницы, кому что больше нравится. Because и здесь могло тоже быть вместо since. А далее все то же самое. You don't want your helpers. Никакой запятой у меня в помине уже не будет. Почему? Потому что главное предложение стоит первым, а причина у меня стоит дальше. Вот это пример того, как в английском предложении важен не только порядок слов, но и порядок предложений, ежели предложение сложное. Но, возможно, кто-то скажет, ну, хорошо, мы говорим все время о time closes, мы говорим о conditionals, мы говорим о reasoning, а как насчет closes of manner, closes of concession и все остальные, ведь предаточных на самом деле много. Где это все? С ними всегда ставится запятая? Или, может быть, не всегда? Может быть, только иногда? Или по какому-то другому принципу, по какой-то другой логике? И это действительно так. И, к счастью или к сожалению, под вот этот вот принцип изменения порядка, увы, подпадают только три категории предаточных предложений. Только time, conditional и reason. Поэтому, если мы встречаем, допустим, closes of concession, это когда у нас противопоставление, то есть, несмотря на то, что и все такое, прочие такие вещи, если у нас будет такое, тогда можно считать, что нам повезло. Поскольку closes of concession всегда употребляются с запятой, неважно, где они находятся. Ну вот, возьмем такое длинное предложение. Despite the fact they are old. Здесь еще that можно было поставить, но я не хочу, и так оно получается длинное. Дальше запятая. А дальше they are still full of energy. Предложение немного длинное, и оно такое немного неповоротливое. Обычно такого рода фразы говорятся чуть-чуть проще. Despite being old, they are still full of energy. То есть, берется и ставится participle structure. Так намного удобнее. Но, тем не менее, запятая все равно будет. И вот она во всей красе здесь. Что мы имеем? Мы имеем вот эту структуру с despite. Это, собственно, concession. И мы имеем структуру вот здесь. Это главное предложение. Main clause. Ну и теперь самый главный вопрос. Что будет, если я переставлю это местами? Я могу сказать they are still full of energy despite the fact they are old. Конечно, я могу такое сказать. Будет ли запятая? И вот здесь неожиданно запятая все равно будет. То есть, без разницы. Если я начну с главного предложения. They are still full of energy. И все такое. Дальше запятая. А дальше despite и все такое. Despite the fact they are old. И вот запятая у нас все равно присутствует. Хотя предаточное предложение вот находится во второй части. Вот такая вот маленькая неожиданность. Поэтому каждый раз, когда я вижу в предложении слова in spite of, despite, on the other hand, nevertheless, however, whatever, though, although, и еще кучу других слов, нужно помнить, что после этой структуры обязательно будет запятая. Равно как и перед этой структурой тоже будет запятая, если с нее предложение не начинается. Далее у нас еще одна группа, скажем так, уникальных предаточных предложений, которые вообще употребляются без запятой, чтобы не было, где бы они не стояли и что бы не происходило. Итак, это в первую очередь clauses of manner, то есть манера действия. Далее сюда же относятся clauses of result и еще clauses of purpose, то есть у нас манера действия, результат действия и цель действия. И все вот эти товарищи употребляются без запятой, неважно при этом, где они будут стоять. То есть если с concession у меня абсолютно была свободной вторая колонка, здесь у меня абсолютно свободной будет первая. Ну, начнем с clauses of manner, раз они по списку первые, ну, допустим, такое. They look as if they are hungry. Хорошая сторона здесь в том, что clauses of manner употребляются в основном со словами as if и as though. Иногда еще может ставить like, но это реже, в основном вот такая вот штука. Итак, что мы имеем здесь? Вот у нас manner и вот у нас main clause. Маленький, крошечный, но все же никаких запятых. Далее следующее по списку у нас результат. Ну что ж, возьмем пример с результатом. Вот, допустим, такое. They make so much noise that I can't concentrate. И вот у нас характерные слова. So much is that. That, кстати, часто не ставят, что иногда усложняет вообще понимание, что у нас результат, что у нас не результат. Но, тем не менее, результат у нас вот, например, здесь. Это result. А вот это main clause. Вот здесь. Ну и, наконец, clauses of purpose. Предложение цели. С purpose все более-менее ясно, потому что их, во-первых, очень хорошо видно всегда. Во-вторых, в принципе, наверное, и логично, что перед ними нет запятой. Зачем она нужна? Ну вот, допустим, такое. Я тебе помогу, чтобы ты смог закончить проект вовремя. Это I'll help you. Дальше мы ставим so that. Опять же, that можно не ставить. Часто его не ставят. Дальше you. И далее could finish your project in time. Ну, in time у меня уже не поместится. Пусть будет finish your project. Тем не менее. I'll help you. Это у меня main clause. И все вот это. Это у меня цель. Purpose. И, опять же, никаких запятых. У этих предложений есть одна маленькая особенность. В отличие от их предшественников, всех этих concession, time clauses и conditional clauses, эта группа, она немножечко статичная, если угодно. Почему? Потому что если мы захотим изменить порядок предложений в предложении, у нас, скорее всего, ничего не получится. Возьмем, допустим, clauses of manner. Что мы имеем? They look as if they are hungry. Мы не можем сказать as if they are hungry, they look. Такого не будет. Или, например, they make so much noise that I can't concentrate. Если я выверну это предложение наоборот, мне придется сказать так. I can't concentrate because they make so much noise. И у меня получится предложение другого типа. Это уже не будет clauses of result. Это будет clause of reason. Это уже не результат, это причина. И там запятую можно будет ставить. Но это будет совершенно другая группа. Об этом следует помнить. То же самое с purpose. Я, конечно, могу сказать, so that you could finish your project, I will help you. Это будет полный бред. И, естественно, такого мы не встретим. Но разве что, опять же, это будет мастер йода из Звездных войн. Тогда да, тогда, конечно, возможно. Но, тем не менее, обычно так не говорится. То есть, эта группа, вот поэтому у них нет запятых, потому что им они и не нужны, в принципе. У нас нет выбора. Нам придется ставить именно такой порядок предложений и никакой другой. Ничего другого мы просто не сможем придумать. И вот здесь, наверное, я остановлюсь. Ибо здесь были все те предаточные предложения, все эти clauses, которые, по большому счету, играют роль обстоятельств. То есть, если мы будем задавать к ним вопросы, у нас будут вопросы, когда, почему, зачем, если, по какой причине, там и прочее, прочее. То есть, они все, по большому счету, являются дублерами adverbial modifiers. Но, возможно, кто-то задаст вопрос, а где были defining и non-defining relative clauses? И вообще, где relative clauses? Что такое? Почему их вот нигде не звучало этого слова? Про relative clauses и, в частности, defining и non-defining и можно ли ставить с ними запятые или нельзя, речь пойдет в следующей части, потому что это вообще отдельная вселенная, и их, наверное, стоит выделять в отдельную группу. Скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео, равно как и ссылка на предыдущие две части, где запятая была must. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал.